Добрый день, наши дорогие садоводы, наши подписчики! Мы сегодня приехали в сад, у нас выпал первый снег. Очень неожиданно, конечно, по прогнозу стоял у нас снег, но чтобы вот так много и разом, мы, конечно, не ожидали. И вот приехали сразу посмотреть, что у нас здесь происходит, так как мы всё не убрали. Очень много цветов, например, которые обрезать надо только после первых заморозков. Но бывало так, что прихватит морозцем, например, ночными заморозками, и обрезаем, убираем. А тут у нас прямо за одну ночь, можно сказать, всё поменялось, наступила зима. Ну что делать, садовые работы продолжаем, и всё равно мы это всё будем убирать. Будем, Дима, убирать? Как нет? Будем. Дима, будешь мне помогать. Начну вот с этого, сейчас всё это я буду убирать, всё из ящиков, ящики всё опустошать. Здесь у меня вот замёрзли георгины, которые садили мы из семян. Сейчас тоже я их буду убирать. Но цветами однолетниками я укрываю посадки зимого лука и чеснока. То есть я их сейчас вот это всё вытащу, бархатцы, которые я тоже высаживаю, всё складываю поверх посадок. Вот я их сейчас уберу, корни, конечно, обрежу, а вот это всё, вот это я потом в кучку сложу и посажу уже, вот я на днях, чеснок. И укрою всё вот таким материалом. Пойдём. Иди вот там с маленьких будешь, с маленьких горшочков вытряхать землю. Бабушка разрешает землю вытряхать. Дима, да? Да. Да. Давай, проходи. Пойдём. Пойдём и будем всё с тобой сначала вот это всё, давай сначала тогда мы вот это всё обрежем. Освободим нам с тобой дорогу и потом мы с тобой будем вот это всё выбрасывать. Давай. Вот сначала давай так. А что нам надо? Надо лопату. Сначала мы его попробуем вот так. Выкопнуть. Он нам не нужен, это же из семян георгии. Мы его просто вытащим. Папаи! Что ты будешь? Ты будешь? Давай, машинку убери. И мы с тобой вот так вот будем делать. Вот давай. Давай. Я буду обрезать. Вот так. Да, давай. С тобой будем. Вот смотрите, корень даже. Ну, кто-то вот даже сохранят такие корни. Много слышу от покупателей, что вот эти корни пытаются тоже сохранить. Ну, может быть, это и так. Но я не сохраняю. Снова потом из семян. Мама, вместе. Вместе. Вместе, давай, держи. Корни нам не надо будет. Мы с тобой корни тогда уберем. А вот эти мы с тобой... Это корни. Не надо корни. А вот это мы с тобой сложим в отдельную кучку. Давай вот так. Вот так. Да, вот так вот. И потом, когда посадим чеснок и лук, все сверху будем вот этим вот закрывать. А это сюда. Да? Ну, и вот давай, что, следующее будем выбирать тогда. Место освободим, чтобы нам встать сюда. Да? Да. Давай, держи. Как мы с тобой картошку копали? Вот, Дима, точно так же. Давай, бери. Не хочешь? Да. Да. Так вот, с тобой картошку-то так же ведь копали, да? И-и-и-и. Вот это все уберем. Нет. Да? Нет. Что у тебя там? Нет. Цветочек. Цветочек, да? Да. Застала нас зима врасплох, да, Дима? Как будто бы мы и не думали, что она придет. Но у нас на следующей неделе, вот после этого снега, обещают 11-13 градусов. И даже ночью минусов нет. Вот такая непредсказуемая погода у нас на угаде. Так, давай. Что-то. Нет, вот это мы с тобой потом будем достать туда. А пока здесь не лежит в кучке. Да. И потом мы с тобой сейчас бархат за тобой. И-и-и. И-и-и-и, да. Девчонки мне говорили, давай уберем пораньше. Я говорю, да ладно, рано еще. Вот, вот. Ничего. Все уберем. Приготовим. Та недели еще. Еще можно будет. Еще работы много. Еще говорю, что многие работы делаются только после занавеса. Ты что, куда со цветочком-то пошел? Вот это будем все сейчас. Тачку, да? Тачку вместе с землей. Теперь оттуда с тобой тачка. А это мы будем с тобой носить. Дима. Дима. Мама, я оба. Да? Куда ты? Куда ты, Дима? В тачку. В тачку, в тачку. В тачку. Давай в тачку. Вот какая красота. Вот она была и нету. Дима, да? Вся красота. Пошла в тачку. У-у-у. Давай сейчас будем ящики носить. Да? Это ящики. Ящики будем, да. Это ящики. Тут у нас что-то у нас? Это у нас герань. Да, мы ее сейчас тоже уберем. Да? Это у нас герань. Возика турецкая. Давай гераньку мы тут же сразу сейчас все обрежем. И у нас уже тут будет порядок на этой грядочке. Да? Вот так. Будем наводить вот так вот грядочек. Да? Давай еще вот этот вот выбросим. Так. Что ты там нашел, Дима? Снег. Снег? О, снег у нас. Смотри, как снег закрутился. Ой, правда. Смотри-ка, как вот он сходил-сходил. Как оттаивает. А смотри, прямо сосульки кверху. И сосульки даже кверху пошли, как интересно. Ага, оттаивает. И подмерзает, видимо, сразу же. Вот выкопали ранункулюсы. Вот такую, да, мы покупали одну. Один такой вот корешочек. Вот. И вот с одного такого. Вот она, какая она росла. Вот сколько их уже вот тут вот будет. Сейчас их нужно промыть. И просушить. И хранить где-то просто в сухом месте в коробке, где их семена храним. Не хорошо хранится. Весной снова садим. И опять так же выкапываем. Ну, вот так вот у нас. Все опустело. Возоны, ящики все убрали. Все, взрывлили земельку. Ну, пойдем на следующие грядки. Сейчас я буду выкапывать корни георгина, которые мы садим корнями весной. Обычно их убираем, как подмерзнет первый заморозок. В течение трех-четырех дней нужно их выкопать. В этом году у нас так и получилось, что первый мороз, это был первый снег. Невозможно сохранить корни георгины ни при каком минусовом климате. Корни не выдерживают ни одного минуса мороза. Так как у них точка роста и точки цветущие, они все расположены на верхней части корневой шейки. И их всегда нужно выкапывать. С чего мы сейчас и начнем. Удобнее было работать, выкапывать корень. Нужно вначале обрезать. Обрезаем георгины сантиметров 15-20. Опять же скажу, для того, чтобы удобнее было взять корень. Потом можно ниже обрезать, уже когда будут они выкопаны. Сначала обрежу, а потом уберу с опоры. Георгина у меня была зацеплена к этой опоре. Это у нас под клематисом сделано. Клематис вот еще. Его даже тоже мы ничего с ним не делали. Вот он даже не подмерз и был подвязан вот к этой опоре. Вначале я обрежу. Клематис. 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 Для чего это нужно сделать, чтобы обрезать? Что когда, если вот сейчас я бы сразу с упора убрала, он бы, ну может быть сейчас он уже и не упал бы у меня, потому что он уже мягкий стали листья. А так вот, когда убираешь, они чуть-чуть подморожены бывают, от макушечки, он просто может упасть и выдернуть какую-то часть даже стебля у корневой шейки, может попасть инфекция. А так вот они еще все целые. Сначала я все обрезала, а сейчас я уберу с опоры. Здесь вот опора хорошая, у нас вот эти вот оволочки. Если вот в другой у нас там грядки, там мы ставим палки. Ставим палку и привязываем палки. Так, чтобы я здесь еще эту петунью ее убрать. Вот так, на петунью сразу уже и грядочку приведу в порядок. А хосты на зиму я не обрезаю, убираю только вот эти вот цветовые. Вот это вот все на хостах я убираю, а сами хосты я не обрезаю. Так, это у меня, видите, клематис еще. Он первый год у нас, он в этом году не цвел. Его даже еще не обрезать не надо будет, только прикрыть. Так, ну сейчас буду выкапывать. Выкапывать нужно вначале обкопать со всех сторон его, чтобы не выдавливать его из земли. И теперь легким таким покачиванием сменно его вытащить. Вот тут вот и говорил, что вот так удобнее, когда побольше еще оставленное. Так, вот мы его выкопали. Вот такой корень. Теперь его нужно очистить от земли. Раньше мы хранили с комом земли. В этом году попробуем новый способ. Очень тяжело носить вот эту землю зад, вперед и весной, и осенью. Вот мы как раньше делали. Вот мы его выкопали, и мы его не очищали. И хоть везде и пишут, что нужно очищать, мы его вот так вот прямо несли в теплицу и вот так вот просушивали. И затем вот так вот его и убирали на хранение. Ну, еще раз скажу, тяжело это все носить. У нас георгина очень много. И мы решили в этом году попробовать другой способ. Мы сейчас их очистим от земли. Просушим в теплице, как обычно. А потом обработаю раствором медного купороса. И опять же в мешке. Я храню в белых таких вот мешках. Ну, кто называет их строительными, кто понимает, как из-под сахара раньше были, вот мешки такие белые. Вот в таких белых мешках в подвале. Попробуем, как у нас они будут храниться таким методом. Ну, я думаю, что будут. Очень как-то нам с ними становится тяжеловато. Давай. Вот сейчас сколько смогу я тихонечко, вот это я все очищу с них. Все. Вот так вот мы сейчас их вымоем. Промоем все от земли. Раз мы решили, как в этом году, по-новому попробовать. А корешки эти что? А корешки мелкие. Вот это надо все обрезать. Вот эти мелкие-мелкие корешочки. Вот так. Ну вот, дорогие друзья, все георгины мы выкопали, часть вымыли, часть просто очистили от земли. Посмотрим, какие, как будут храниться. Еще раз повторю, что раньше мы хранили прямо с землей. И они у нас хорошо хранились. Попробуем еще и промытые похоронить. И посмотрим. Сейчас мы их просушим в теплице несколько дней. Вот так полежат. Потом я их переверну. Снизу тоже подсушу. А затем я их обработаю раствором медного купороса. Столовая ложка, по-моему, на литр воды. И из распылителя каждый опрысну. Опять подсушу после опрыскивания. А затем в белые мешки складываю и храню я их в подвале. Ну, а на этом мы видео наше закончим. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что остаетесь с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok